Здравствуйте! На ТВ программа «Актуальная тема». Меня зовут Булац Денишев. В эту студию приходят люди, у которых есть что рассказать у нас, есть что спросить. Сегодня тема нашего разговора – мошенничество с банковскими картами, основные правила безопасности. И у нас в гостях замначальника отдела безопасности и защиты информации регионального отделения Банка России Алексей Солодухин. Алексей Константинович, здравствуйте! Добрый день! Итак, наши вопросы будут следующими. Их подготовили специально наши телезрители для вас. Итак, начнем с самого первого вопроса. В средствах массовой информации мы довольно часто слышим истории про хищение с банковских карт. Имеется ввиду средств с банковских карт. Насколько все-таки безопасно хранение денег на карте? Хранение денег на карте на самом деле гораздо безопаснее, чем в кошельке, как по старым традициям в нашем виде бумажных купюр. Почему? Потому что банковская карта имеет степень защиты соответствующей. Она достаточно хорошо защищена. И хранение денег на счете и доступ к ним с использованием банковской карты – это достижение цивилизации. Несмотря на информацию, которая появляется в средствах массовой информации, тем не менее, это достаточно надежное средство. На сегодняшний день, я думаю, самое лучшее для населения, для граждан. Поэтому единственная проблема, конечно, в том, что, к сожалению, у нас люди не совсем еще достаточно овладели способами работы, использованием этих карт. Почему? Потому что мы вынуждены в свое время перескочили, я имею в виду, Российскую Федерацию сразу несколько этапов. Если за рубежом развитие шло постепенно, в течение 30-40-50 лет, то мы были вынуждены буквально за 10 лет наверстать все это. Соответственно, люди оказались в значительной степени не готовы. Поэтому, в том числе, Банк России проводит эту работу по повышению финансовой грамотности. Вот мы пытаемся, так сказать, донести, помочь людям научиться безопасно пользоваться этими банковскими картами. Ну, насколько все-таки безопасно и насколько надежно, вот прямо хочется услышать и от вас четкий понятный ответ, что карта – это на самом деле самый безопасный способ хранения ваших средств. На самом деле, да, ответ будет да. То есть, на сегодняшний день это самое надежное, безопасное средство хранения ваших денег и использованиями. Поэтому здесь как бы не нужно пугаться, нужно просто соблюдать правила безопасности элементарные. Они совсем не сложные, их нужно соблюдать. А как быть с господами-мошенниками? С господами-мошенниками, как и прежде, как и столетия назад, нужно было по-прежнему, так сказать, быть на чеку, потому что мы видим, сами понимаем, что эта борьба, она длится уже много столетий. Борьба полицейский-мошенник, да. И, к сожалению, не всегда полицейский выигрывает, но, как правило, все-таки на стороне справедливости оказывается ситуация. Поэтому бороться с этим нужно, и борьба эта осуществляется. Да, тут я еще раз хочу отметить, что и не только граждане, но и правоохранители органов, к сожалению, тоже оказались в такой же ситуации. То есть, на них очень резко свалилось огромное количество вот этих всех событий, к которым они оказались иногда не готовы. И кредитные организации, то есть, коммерческие банки, в том числе. То есть, ситуация для всех примерно одинаковая. Вот нам нужно искать из нее выходы, нужно учиться, и я думаю, все будет хорошо. Будем учиться. Ну, вот следующий вопрос. Значит, злоумышленники, могут ли они украсть деньги и без пин-кода? То есть, если вот карта попала к злоумышленнику, может ли он взломать ее и украсть ваши средства? Ну, тут надо разделить. Если карта попала к злоумышленнику, это одно. Если просто данные из карты попали к злоумышленнику, это немножко другое. Давайте два случая разберем. Давайте первый случай разберем. Если карта попала физически к злоумышленнику, который, скорее всего, был подготовлен к этому, то я думаю, такой злоумышленник в банкомате средства снимать не станет. Потому что сейчас уже уровень защищенности банкоматов, видеокамеры. Там все это хорошо отлажено. У всех наших ведущих, по крайней мере, коммерческих банков ситуация на контроле. В этом случае, конечно, злоумышленник попытается снять деньги не наличными, а с использованием других финансовых инструментов. То есть, переводами на другие счета. Мошенничек схемы на самом деле много очень находится. Это, конечно, возможно, к сожалению. То есть, первое правило пользователя банковской карты заключается в том, что он должен обеспечивать безопасность своего платежного средства, то есть, своей банковской карты, на таком же уровне, как он привык обеспечить безопасность своего кошелька. Вот этот рефлекс, я бы так выразился, нужно выработать себе. Нужно научиться пользоваться банковской картой так же, как кошельком с деньгами. У нас, к сожалению, этого нет. То есть, во-первых, нельзя не передавать банковскую карту незнакомым людям. Даже на несколько секунд. Во-вторых, когда вы пользуетесь банковской картой, где-то, скажем, при оплате в супермаркете, торговом центре, она должна быть всегда у вас в поле зрения. Потому что, к сожалению, такие случаи тоже есть, когда банковские карты фотографируются с двух сторон. Устройством, которое для вас невидимо, находится, допустим, под прилавком. И, соответственно, все данные вашей карты уже скомпрометированы. Через некоторое время она всплывает у мошенников, и они могут воспользоваться. Ну и вторая ситуация, когда вы пользуетесь банковской картой в интернете, там тоже выводите свои данные. Здесь тоже нужно быть на чеку. И прежде чем пользоваться расчетами в интернет, оплачивать какие-то покупки, нужно к этому, конечно, подготовиться. Почему? А как подготовиться? Потому что сейчас достаточно очень модно и популярно совершать покупки через интернет. Совершенно верно. Сам делаю это регулярно. Значит, ну, правила там тоже, так скажем, не правила, а лайфхаков таких несколько, да? Как можно себя обезопасить. Во-первых, как рекомендация, я бы посоветовал держать вторую банковскую карту, которую вы будете пользоваться только для расчетов в интернете. То есть, они, допустим, у вас будет две карты, одна ваша основная, зарплатная, там, или еще какая-то карта. А на эту карту можно будет положить и рассчитаться при помощи нее за покупку. И не более. И не более, да. Тогда это будет как бы безопасно. Это, во-первых. Во-вторых, конечно, прежде чем пользоваться услугами интернет-магазин, нужно убедиться, что он магазин-то достойный, что о нем нет отрицательных отзывов в интернете о том, что нет каких-то, значит, подозрительных на этом сайте ссылок. Ну, в общем, такие достаточно элементарные требования. То есть, здесь нужно немножко включить свою интуицию. Стараться детально изучить. Да, прежде чем. Вы знаете, хотя большинство наших людей все-таки без конца и края надеются на русский авось. Авось пронесет, называется. Здесь в этом случае лучше не стоит рисковать. Конечно, не стоит. Да, вот немножко статистики приведу, если позволите. Вот Банк России собирает эту статистику. За 2017 год у нас порядка 360 тысяч случаев снятия несанкционированных, снятия денежных средств с банковских карточек граждан на сумму порядка 960 миллионов рублей. Сумма довольно приличная. И количество операций тоже приличное. Значит, вот это как раз говорит о том, что многие пользователи банковских услуг, пользователи карт, не готовы. То есть, и как раз надеются на ту самую авось. Ну, тут нужно немножко поработать с собой, да. То есть, иначе не получится. То есть, ну, по аналогии, если вы будете свой кошелек, так сказать, оставлять в каких-то местах бесконтрольный, потом удивляться не придется, что из него деньги украли, да. То же самое с банковской картой. Понятно. Продолжаем наше интервью. И следующий вопрос. Сейчас обыденная реальность уже и для нашего города – это карты с бесконтактной оплатой. Ну, то есть, они, безусловно, удобны. Лично у меня такие несколько карт, да. А вот как снизить риск снятия наличных? Вот, допустим, я всегда, ну, реально переживаю за это. Здесь переживать не стоит. На самом деле риск там не более, чем при пользовании, так сказать, картами, которые не имеют бесконтактных способов оплаты. Ситуация достаточно спокойная. Вот та информация, которая распространяет в средствах массовой информации, озвучивается, да. Я должен сказать, что у Банка России на сегодняшний день нет информации ни об одном подтвержденном документальном случае воровства денег с помощью бесконтактного способа оплаты. Хотя информация будируется, и очень много в интернете, да. Там есть существенные ограничения, которые повышают безопасность пользования таким способом оплаты. Во-первых, для того, чтобы снять деньги, то есть, или рассчитаться такой картой, нужно поднести ее к считывающему устройству на очень маленькое расстояние. 3-4 сантиметра, ну, максимум 10, да. Во-вторых, установлен лимит на снятие денежных средств, на оплату, на размер, как бы, транзакции по этой банковской карте. Вот на территории Российской Федерации этот лимит составляет 1000 рублей. В-третьих, при снятии, при несанкционированном даже снятии, предположим, гипотетически, вот такой ситуации, установить, кому эти деньги были перечислены, будет достаточно легко, потому что они будут перечисляться со счета на счет, вот, и вот здесь я хотел бы уточнить еще второе правило, такое, обратить внимание, пользователь банковских карт, на то, что, чтобы оперативно среагировать на возможную ситуацию несанкционированного снятия денежных средств с вашей карты, нужно подключить СМС-информирование. В некоторых банках это сейчас вообще бесплатно, в остальных, где платно, это не такие, ну, там, 50-60 рублей в месяц, то есть это не так много, если вы, так сказать, хотите обезопаситься, да, и то есть вы мгновенно получите СМС-ку, и сможете оперативно среагировать. В этом случае банк, если вы в течение суток обратитесь, напишите туда заявление, заблокируете карту, то, как правило, банк, значит, возвращает эти деньги. Оперативно реагирует, да? Да, да, да. Вот. Так что пользование бесконтактным методом оплаты не более опасно, чем, ну, то есть, так же безопасно, как и любым другим способом. Ну, вот, а тем не менее, в интернете очень же много страшилок, вот именно про бесконтактные карты. Как вы объясните, почему вдруг так много слухов и домыслов? Ну, давайте вспомним, когда у нас массово стали внедряться банковские карты вообще, да, по предприятиям, по учреждениям, ну, так сказать, среди граждан распространяться. Это конец 90-х, насколько я думаю. Нет, это начало 2000-х. Конец 90-х? Ну, да, скажем так. Вот в то время тоже ходило очень много слухов подобных же о том, что банковские карты теперь не ваши деньги, вы ими владеть не будете, значит, очень сложно будет. И люди по инерции еще очень многие до сих пор, значит, стараются максимально быстро снять деньги с банковской карты. Хотя вот та же статистика говорит о том, что у нас количество этих случаев, да, всего лишь 16 тысяч процента за 2017 год от всего объема операций. То есть, это на самом деле не такая большая цифра. Добиться нулевых показателей, я думаю, на сегодняшний момент просто невозможно, к сожалению, потому что, ну, идеально ничего нет. Такие же проблемы есть и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Точно так же они с этим борются. Поэтому переживать по этому поводу не стоит, да. Единственное, вот я могу посоветовать для тех, кто уж очень переживает по поводу бесконтактного метода оплаты, значит, ну, продаются специальные сумочки, чехлы, которые имеют защитный экран металлизированный, значит, вот вы можете носить эти карточки в этих чехлах. Но тут нужно иметь в виду, что при оплате вынуждены будете ее вынимать и тем самым, так сказать, демонстрировать, да, эту карту, может быть, каким-то там не совсем честным окружающим вас людей, да. Вот, а если вы будете использовать ее просто при нахождении в кошельке, тогда вам и доставать ее не придется. То есть, неудобно, быстро прислонил, две секунды. И обратно. Да, и кошелек, карман, и все. Никто не видит. Очень удобно, хорошо. Алексей Константинович, скажите мне, пожалуйста, вот в поле зрения мошенников, ведь зачастую попадают люди старшего поколения, да, вот, ну, это в большей степени. Ну, и среди, так скажем, среднего возраста и молодого поколения держателей карт тоже бывают жертвы мошенников. Проводится ли у вас среди, ну, в сфере банковской, проводятся ли финансовые ликбезы, так называемые, как часто проводятся такие мероприятия? Да, Банк России, я уже в начале беседы говорил, да, что Банк России эту работу проводит уже в плановом порядке. Примерно с 2012 года началось это все активно, вообще с 2014 года началось, периодически проводится и на площадке нашего отделения, да, проводится, мы приглашаем к себе и студентов, и школьников, и учителей, вот, недавно приглашали, объясняем мы примерно те же правила. Тем, на самом деле, очень много, это только одна из тем, о которой мы сегодня говорим. Такие же мероприятия мы проводим с выездом на другие площадки, да, потому что, ну, скажем так, да, то есть государство и Банк России, в частности, увидели, что проблема существует, и проблема зачастую не в банковских учреждениях, а в людях, гражданах, пользователях, и в нас тоже, поскольку мы эту информацию не донесли вовремя, ну, тут нужно понимать, да, что очень быстро приходило все это делать. А насколько активно население идет на ваши встречи? Ну, тут сравнение только можно сказать, ну, по моей информации, скажем, за год у нас проходит там несколько сотен, больше тысячи человек, может быть, даже, я думаю, в этом году, наверное, будет уже несколько тысяч человек. Ну, это хороший показатель. Ну, да, да, то есть у нас есть соответствующие... То есть есть желание обучаться, есть желание понимать, есть желание, как уметь работать с банковской картой, чтобы не попасть в руки к мошенникам? Ну, конечно, никому не хочется быть обманутым, никому не хочется потерять свои деньги, поэтому, когда такая возможность предоставляется, люди с удовольствием откликаются. У нас, кстати, ежегодно бывает день открытых дверей, вот будет в сентябре, нынче день открытых дверей, четвертый год подряд проводится. Люди приходят, там вопросы задают, тоже подобные. Какие еще риски есть для держателей банковских карт? Значит, ну, вот я уже как бы основные назвал, да. Во-первых, риск утери банковской карты, да, риск компрометации информации, которая на вашей банковской карте находится, то есть номер карты, ваше имя, фамилия, ЦВВ-код, который с обратной стороны на карте написан, который необходим для расчетов в интернете, да. Вот, плюс, скажем, очень большой процент случаев таких связан с получением людьми СМС от мошенников, якобы от имени Банка России или от имени какой-то, ну, то есть их обслуживающей кредитной организации, да, выпустивши их банковскую карту. И люди зачастую, не вдумываясь, так сказать, не вчитываясь на эмоциях, прочитав такое сообщение о том, что либо заблокировали их карту и нужно срочно вот перейти по какой-то ссылке или перезвонить по какому-то телефону или подобные какие-то операции выполнить, да, ведутся на это и в результате получают большие проблемы, да. То есть мы хотим предупредить о том, что в частности Банк России никогда сам не проявляет и сам никогда не обращается, не шлет СМС, не звонит гражданам. Единственное исключение составляет случай, когда гражданин обращался в Банк России с заявлением, и вот в ответ на это заявление, возможно, какие-то, скажем, СМСки с номера 3434 или там адрес e-mail, если вы указывали, то новый адрес ЦБР. Вот только в этих случаях. Во всех остальных случаях я людей призываю граждан не паниковать, не торопиться, все хорошенько обдумать, постараться выяснить информацию, значит, объективно, по другим каналам. Ну, в частности, пришла СМС, допустим, человеку о том, что родственник очень срочно просит о помощи, что случилось, да. Ведь несложно просто человеку перезвонить и уточнить самому, да, ему или его там каким-то близким, что произошло на самом деле. На это уйдет там одна-две минуты, и как бы все, ситуация разрешится, а люди, вот особенно пожилые люди, да, ну, их можно понять, во-первых, они… СМС-ком сразу все и минутно, тут же… Да, тем более, если эта СМС-ка пришла бабушке по поводу ее внука, то таких случаев очень много. Ее можно понять, конечно, она переживает, для нее это святое, поэтому она часто… Жилые люди попадаются, вот, поэтому я бы даже попросил молодых людей, которые, так сказать, и владеют этой темой, да, поговорить с своим старшим поколением, донести эту информацию, чтобы таких случаев было все меньше и меньше. В случае того, что если произошла кража, понятно, что нужно будет срочно сообщить и в отделение полиции, и в отделение банка, чтобы заблокировали карту. Как быть со средствами, которые похитили с карты? Может ли человек рассчитывать на возврат этих денег? Да, ну, тут хронология немножко другая должна быть. То есть, в первую очередь, пользователь карты, у которого похитили деньги или который обнаружил несанкционированное списание, должен немедленно, просто немедленно позвонить в банк и заблокировать карту. Это самый первый шаг. Это должно быть просто автоматически на уровне рефлекса, потому что все остальное будет зависеть от этого. Весь остальной ход разбирательства и гипотетическая возможность возврата, нет, возможность возврата реальная, да, вполне, она зависит от этого. То есть, в первую очередь, заблокировать карту. После этого необходимо в течение суток приехать в банк, который вам выдавал эту карту, написать заявление о несогласии с операциями, которые без вашего ведома происходили. И после этого уже обратиться в полицию с заявлением. Вот, кстати, по статистике, которая у вас имеется, в полицию обращается очень малый процент людей, у которых подобные ситуации произошли. Это очень плохо. Я людей, конечно, могу понять, да, но тем не менее, чтобы дело двигалось, это необходимо сделать. Нужно переступить и тем не менее через себя поехать и написать это заявление. В течение 30 дней банк обязан рассмотреть ваше заявление. Если вы все сделали правильно, если банк не сможет доказать, что вы сами скомпрометировали свою информацию, то деньги будут возвращены. Здесь можно не переживать, да. Спасибо большое, Алексей Константинович, что нашли время, пришли к нам в студию, рассказали действительно о серьезной проблеме, о той, которой нужно переламывать эту ситуацию, чтобы люди были больше грамотны и больше умели работать и, что называется, быть на «ты» с банковскими картами. Я желаю вам успехов в вашем нелегком труде, в обучении финансовой грамотности. Всего доброго и до встречи. Спасибо большое. Это была программа «Актуальная тема». Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова